13 уловок для улучшения входящего маркетинга Данные способы улучшения дизайна и контента лендинга основаны на психологии потребителей. 13 уловок помогут вам сделать посадочную страницу еще более убедительной для посетителей. Совет номер один. Используйте слово «вы». Секрет личного обращения прост. Каждый читатель будет проецировать содержание страницы на себя. Как результат, посетителю захочется воспользоваться вашим предложением, попробовать товар или услугу. Второй совет. Переформулируйте ваше предложение. Метод DTR. Этот метод основан на двух действиях. Для начала вам нужно выяснить, как ваша аудитория воспринимает сообщение, а затем переформулировать его. К примеру, вместо стандартного сообщения «3 доллара за 8 открыток» мы ставим другую фразу «300 центов за 8 открыток. Выгодная покупка». «3 доллара и 300 центов» — это одна и та же сумма, однако центы и копейки в представлении людей имеют меньшую ценность. Поэтому второе предложение принесло в два раза больше продаж по сравнению с первым. Совет третий. Говорите на языке вашего покупателя. Если вы хотите убедить аудиторию, нужно найти слова, которые вызовут у нее эмоциональный отклик. Когда вы говорите на одном языке с покупателем, он начинает чувствовать, что вы его понимаете и в результате выделит ваше предложение. Четвертый совет. Используйте страх что-либо упустить. Страх потери — это метод, который основан на убеждении, что посетитель упустит что-то ценное, если не купит ваш товар. При создании текста сделайте акцент на времени и деньгах, которые клиент потеряет, отказавшись от покупки. На посадочную страницу добавьте таймер обратного отсчета или сообщение о том, что предложение ограничено. Совет пятый. Расскажите историю. Истории могут стать отличным маркетинговым ходом для диалога с аудиторией. Привлечь внимание смогут наиболее интересные повествования. Например, рассказ о личной победе или людях, которые совершили прорыв. Отклик у посетителей также найдут истории объединения людей разных религий, классов и наций. Все, что вам нужно, поместить покупателя в центр одного из этих сюжетов. И тогда ваше предложение наполнится новым смыслом. Шестой совет. Поделитесь секретом. Все любят секреты. Поэтому возможность получить уникальную информацию является одним из самых действенных приемов в маркетинге. Чтобы у человека появилось желание получить секретный контент, используйте различные уловки. Например, предложите подписаться на рассылку или загрузить отрывок из электронной книги. Не сомневайтесь, любопытство возьмет вверх. Седьмой совет. Уберите боковое меню. Сайт бар или боковое меню на странице отвлекает посетителей от основного контента. Отказавшись только от одного элемента, вы сможете увеличить показатели конверсии. Совет восьмой. Пишите небольшие тексты. Лаконичный текст воздействует сильнее, а длинные рассуждения утомляют читателей. При создании лендинга тщательно выбирайте слова и отказывайтесь от лишних фраз, которые не несут конкретной информации. Девятый совет. Будьте проще. Ваш текст должен быть понятным посетителю. Сложные слова, длинные фразы могут оттолкнуть потенциальных клиентов. Не поняв вашего профессионального жаргона, люди просто покинут сайт или лендинг. Это правило касается и дизайна страницы. Если сайт перегружен разными элементами и меню, то аудитория быстро потеряет к нему интерес, так и не успев найти ответ на свой вопрос. Десятый совет. Не бойтесь общаться. На сайте нужно реализовать принципы эффективного общения, которыми вы пользуетесь в реальной жизни. Чтобы заинтересовать собеседника, вы задаете вопросы. Чтобы доказать свою правоту, вы сообщаете уникальную информацию и так далее. Одиннадцатый совет. Предоставляйте доказательства. В качестве доказательства могут выступать исследования, отзывы и статистика. Они помогут вам убедить посетителя и увеличить процент продаж. Двенадцатый совет. Делайте акцент на срочности. Создавая эффект срочности на сайте, вы заставляете потенциальных клиентов принимать более быстрые и эмоциональные решения. Чем больше времени у вашего посетителя, чтобы взвесить все «за» и «против», тем менее убедительными могут стать ваши предложения. И, наконец, тринадцатый совет. Используйте правильные цвета. Каждый цвет обладает определенным эмоциональным эффектом. Используйте правильные цвета, в зависимости от впечатления, которое вы хотите создать. Так вы можете воздействовать на эмоциональное состояние посетителя и убедить его кликнуть по ссылке или даже совершить покупку. Например, если вы хотите вызвать ощущение спокойствия и безопасности, выбирайте оттенки синего. Если ваша цель – выделить кнопку призыва к действию, попробуйте красный или оранжевый. Эти простые советы помогут вам улучшить контент и дизайн вашего лендинга. На этом пост видеоблога LPGenerator окончен. Если вам понравилось видео, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на наш канал и смотрите наши другие видеоматериалы. Высоких вам конверсий и всего хорошего.